В Совете Федерации прошли дни Чувашии. Они организованы в целях презентации социально-экономического потенциала Республики и привлечения широкого круга заинтересованных сторон к взаимовыгодному сотрудничеству на благо региона. Делегацию от региона возглавили глава Республики Олег Николаев и председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов. Среди участников делегации министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и другие представители органов государственной власти региона. В материале государственного комитета имеется проект постановления Совета Федерации государственной поддержки социально-экономического развития Чувашской Республики, который подготовлен для принятия за основу на 547-м заседании Совета Федерации, который состоится 21 июня текущего года. Далее мы будем его дорабатывать. В целом предложение принять его на 548-м бенарном заседании, который запланирован на 5 июля текущего года. Уважаемые коллеги, я благодарю всех за участие в нашем заседании, за интересные выступления, за обсуждения. Коллеги, желаю всем успехов. Председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов отметил, что не Чувашия в Совете Федерации. Это знак особого внимания со стороны Верхней Палаты Российского Парламента. А совместная работа будет плодотворной и полезной для обеих сторон. Наша делегация Чувашская республика удовлетворена итогами заседания. Те предложения, которые мы вынесли на рассмотрение комитета, они были единогласно поддержаны нашими сенаторами. Это очень важно. Многомиллиардные проекты. Конечно же, важно это в первую очередь лифтовое хозяйство. У нас 1774 лифтовой шахты надо поменять. И, конечно же, бюджет республики это не потянет. Мы очень надеемся, что поступление федеральных средств будет. И в этом году у нас всего запланировано 95 лифтовых шахт поменять. И перспективы надеемся, что будет поступление федеральных средств. Следующий момент – это канализационные сети поселка Кугесии. Здесь четко и ясно Алексей Олегович Ладоков доложил, что два варианта решения – или новые канализации, или построить коллектор. Но коллектор в три раза дешевле. Но было подвержено, что нужно лучше сделать коллектор, и централизованное водоотведение получит поселок Кугесии. Так что особое внимание уделяется тем вопросам, которые значимы для Чувашской республики с точки зрения дальнейшего социально-экономического развития. В ходе заседаний комитетов Совета Федерации обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Мы подготовили этот проект. Алексей Олегович Ладоков выступал с соответствующим докладом. Представляли предложения комитет Совета Федерации с тем, чтобы эти предложения от республики были включены в итоговое постановление. Все наши предложения были приняты. Три предложения подготовили. Это в том числе и по созданию внутрепостилковой сети, по водоснабжению южного густа Чувашской республики, и по тематике, связанной с лифтовым хозяйством. Почти 5000 лифтов, 3800 плюс-минус требуют замены. Понятно, что это серьезное средство, должна быть программа. И этот вопрос не только связан и актуально для Чувашской республики, он в целом для странноактуально понимали. Второй вопрос, тоже получили поддержку. Ну и, соответственно, третий вопрос был связан с созданием централизованной системы очистки воды для большого, скажем, большой территории, кудеси и агломерации. Также состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. На тему модернизации инфраструктуры, системы образования и культуры. Министерством культуры Чуваши вынесен на рассмотрение членов Комитета проект реконструкции мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Николаева. Сегодня на Комитете были обсуждены проекты, социально значимые проекты. Это строительство двух новых школ в городе Чебоксары и реконструкция музеев Шоршиллах. По реконструкции музеев Шоршиллах мы вопрос этот обсуждали в январе с федеральным министром Любимовой Ольгой Борисовной вместе с главой республики. На сегодняшний день полный пакет документов для включения в федеральную адресную инвестиционную программу направлен в федеральное министерство. Безусловно, мы рассчитываем, что проект будет поддержан и мы получим в Чебоксарской республике очень серьезный межрегиональный центр для патриотического воспитания молодежи, для духовно-нравственного воспитания, просвещения и поток посетителей в этом музее должен возрасти в разы. Кроме этого, в рамках Дней Чувашии в Совете Федерации прошли соревнования по пулевой стрельбе. Сборная нашей республики усиленно готовилась и показала достойные результаты на базе Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Конкуренцию сборной Чувашии составила команда Совета Федерации. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, победила дружба. Завтра у нас состоятся соревнования по футболу и волейболу, а также будет работа в профильных комитетах Совета Федерации. Так что основные направления развития региона на ближайшее время определены, а впереди новые успехи и достижения. Это отличная возможность заглянуть в будущее уже сейчас.